Всем привет еще раз! Меня зовут Сергей. Сегодня наша лекция будет посвящена основным проблемам со здоровьем, которые могут возникнуть в горах. Всякие распространенные заболевания, травмы. Это в горах самое частое свидетельство. Сегодня выяснилось, что наш доктор, который должен был поехать на сборы фаны, он теперь то же самое. Поэтому будьте осторожны. Значит, лекцию у нас будет в следующем формате. Это вроде как лекция, но все-таки народу не так много, как я думал, слава Богу. Говорили, что чуть ниже к 100 будет. Поэтому будет в следующем формате. Я буду что-нибудь там говорить. Я закончу, фразу установлю, какие-то вопросы тут же. Поднимайте руку, спрашивайте. Потому что иначе все это забывается, и к концу уже все спят, и поэтому все забывают, что хотят спросить. Поэтому спрашивайте сразу. Ну и в конце там можно любые вопросы. Не обязательно по теме реакции и так далее. У нас есть какой-нибудь регламент по времени? Ну, чтобы пока метро ходит, я понял. А метро во время Чемпионата мира ходит до трех ночи. Если я сегодня прочитал, так что нормально спаримся. Так, у меня сразу вопрос. Поднимите, пожалуйста, руки, кто едет на наши сборы в альпы и фаны, ну или еще там какие-нибудь. О, резко. Все, понял, хорошо. Поднимите руки, кто вообще ни разу не был в горах, не знает, что это такое и так далее, и так далее. Вот, нормально. Уро, знаете, надеюсь. Ну ладно, начнем. Так, куда надо? Так, куда надо? Включи сначала. Пришел? Там слева кнопочка «опон офф» на ребре устроена. А, все, понял. Спасибо. Я теперь буду знать. Ну, это для тех четырех человек, кто ни разу не был в горах, горы они, в принципе, вот такие. Если мимо проходить. Эти фотографии Зузункола, но они сделаны год три назад, сейчас там проходит сбор нашего клуба, и вот фотографии присылали уже отсюда сейчас. Вот это прекрасное ущелье, которое называется Мерды, что по-тюрски означает болото, оно сейчас именно полной Мерды, там все мостики снесены, и вот все вот эти луга, поля, они сейчас все в воде. Тоже я недавно фотки смотрел и удивился. Ну, это так, просто вот, для затравки, как оно все бывает красиво, хорошо, а не только полной Мерды. Ну, это уже потом, лет через пять-шесть. Ну, собственно, начнем мы с самого главного, с того, что эта лекция, она прежде посвящена тем, кто едет в горы уже непосредственно сейчас. Поэтому вот я буду на этом акцентировать внимание. Самое главное, что у нас должно быть, это аптечка, которая всегда при себе, да, то есть есть громадная базовая аптека, там, в зависимости от сборов, она либо такая, либо такая, либо в эту комнату, если это автономная экспедиция. Это штурмовая аптечка, которая, ну, едет с вами, с вашим отделением, где все необходимое для оказания первой до врачейной помощи, и маленький чемоданчик, ну, чемоданчик это бутербродница, да, или еще что-то, которое должно быть именно при вас, то есть именно у каждого человека. У нас в клубе правило то, что базово-штурмовая аптечка, они собираются, ну, врачом сборов, да, а индивидуальная аптечка, она собирается непосредственно к каждому человеку. И обращаясь к фанатам и альпинистам, те, кто вальпы альпинисты, те, кто фаны фанаты, вот. Вот это вот должно быть у каждого. Ну, основные принципы. Первое, самое главное, аптечка должна быть индивидуальной. Я знаю, что это значит, да, то, что ваши болезни, это ваша болезнь, и кроме, там, стандартных, перевязочных вещей, ну, список индивидуальной аптечки есть на сайте, здесь, по-моему, он тоже написан, дальше будет. Все те, у кого есть какие-то хронические заболевания, там, аллергии на фанских коров, или еще что-то, которые об этом знают, обязательно ваши специальные препараты должны быть. Именно для этого я требую от тех посещения диспансера, да, чтобы, если вы о чем-то не знаете, вам там о чем-то сказали. Поэтому, кто там, ну, покупая справка в интернете, кто там делает сильно осмотр, ну, это ваше личное дело. Ну, опять же, рекомендую это делать в местах, где хорошие врачи и спортивные диспансеры. Вот, второй принцип, тоже не менее главный, если вам там мама-папа собирает аптеку, там мама-доктор, к примеру, ведущий специалист, терапевт России, кладет крутые лекарства. Ну, вот вы открываете, да, а вам ничего не понятно. Что за лекарства, куда их есть, как есть. Поэтому обязательно все лекарства должны быть подписаны, там, отдельно бумажку надо класть в коробочку, либо инструкции, там, ко всем препаратам. В общем, как угодно. В общем, вы должны разгрузиваться ночью, вы должны знать, как эти лекарства действуют, и сколько их надо именно вам принимать, применять. Соответственно, если у вас есть какие-то хронические болезни, ну, к вам в большей части, я надеюсь, это практически не относится, но все же. Альпинизм – это спорт, там, куда ходят от 14 лет до 95, поэтому вот где 95, там уже пар болячек может появиться. Поэтому надо об этом все знать. Список лекарств, надежная упаковка, понятно, да, если вы сели на рюкзак, вдруг, а под вами оказалась аптечка, чтобы это все не стало сразу в смятку. И, соответственно, последние два пункта – простота вынимания препарата, тренировка дома, чтобы, ну, к примеру, вашего товарища укусил як, и надо быстренько его перевязать, чтобы вы там не копошились, полчаса не искали, там, знаю, вот бин там. Открыли, достали, перевязали. Ну, да, это то, как я считаю, должна аптечка выглядеть, это не догма абсолютно. Там, если здесь есть там врачи, метропоники, они могут с вами поспорить и все время сходят, это нормально. Поэтому свое видение. Вот. При этом, при всем, вот, практически весь список, он дублируется в штурмовой аптечке, которая дается на отделение. Но надо понимать, что, к примеру, в аптечке, в штурмовой, ну, к примеру, три или четыре бинта. Ну, а бывает ситуация, что, ну, сразу трое порадилось, да, в группе. Разумеется, штурмовую аптечку не формируют с тем, чтобы там было, ну, отделение новичков, может быть, до десяти человек. То есть невозможно сделать так, что там для всех десять человек все было. Это очень тяжело. Поэтому надо, чтобы у каждого было вот это необходимое мнение. Вот это вот все, это весит, ну, максимум грамм 400. Максимум. А можно и поменьше. Вот. Бинты нестерильные. То есть стерильность совершенно не нужна, какая бы рано ни была. Эластичный бинт, из него можно создать любую тугую повязку, но сустав, ну, если там ударились, да, чтобы обездвижить и немножечко себя разгрузить. Раствор антисептиков, перекись, лекопластырь, который обязательно нужен. Ну, всем тем, кто покупает новую обувь, я советую сразу прямо себе клеить заднюю часть пяток, да, с тем, чтобы через два часа после начала подхода не умирать от мазории. Вот. Ну, и тем, кто берет обувь у друзей, подруг и так далее, обязательно это делать. Не ждать, пока там появится уже боль, прикупность и так далее. Материцин, лекопластырь, понятно. Кетарол, кетанов – это самое сильное из разрешенных обезболивающих. Ну, в последний год его продают только по рецептам, но есть много интернет-аптек, где продают все без рецепта. Вот. Так что, ну, кетарол может заменить совершенно любым анальгетикам. Даже банальным анальгеном, да, это совершенно не важно. Или, к примеру, вы знаете, что цитрамон вам помогает, а там кетанал не помогает. Вы берете, разумеется, цитрамон для себя. Аскорбиновый кислотар. Но я чуть попозже расскажу, для чего это надо. Его можно комбинировать, можно заменить раствором изотоника. Они сейчас продаются на каждом, ну, там, в любом спортивном магазине. Это, это порошок с необходимым, с набором необходимых микроэлементов. Когда вы идете в горы, ну, когда вы идете на подход, к примеру, пожарить 4-5 часов, вы очень сильно потеете. Пока вы, ну, допустим, вы вышли из аркблагера, взяли с собой бутылку воды минеральную, да, литр. Ну, больше не надо, что тяжесть лишняя. Вы ее выпили за первый час. И все. Потом вариант. Либо пить дистиллированную воду, которая течет в горных ручах, ну, практически дистиллированную. Она приносит только вред. Почему? Потому что вы воду пьете, вы потеете. Ну, и спотом выходят микроэлементы, ну, в общем, все, что нужно нашему организму. А новые микроэлементы не поступают, потому что пьете воду дистиллированную. А чем больше пьете, тем больше потеете. Соответственно, пить дистиллированную воду, это, ну, по крайней мере, в горах, это очень вредно. Еще и почему? Потому что она обычно течет с ледников, прогресс не всегда бывает, она ледяная. То есть, на жаре пить ледяную воду, это тоже не очень хорошо. Поэтому берется изотоник, разводится, ну, здесь порошочек, да, дошли до ручья, остановились, набрали новый бутылок воды, растворили изотоник, спокойно идете дальше. Вам хорошо. Дальше лекарства от возможной аллергии. Кто там склонен к аллергии, он знает, что брать. Кто не склонен, ну, лучше из тех, которые я перечислил. Они без натворного эффекта и достаточно хорошо действуют. Следующий препарат Диокарп, тоже чуть похож на нем, остановлюсь. Это основной препарат для лечения горной болезни. Ну и, разумеется, последний пункт. Это, если вы что-то о себе знаете, то о чем, не знаю, я и все остальные, то эти препараты берите сами. Вопросы по индивидуальной аптечке. Самое сильное обезболивающее, что продают в аптеках, в таблетках, это кафедалон? Китаров. Кафедалон типа нет? Ну, он именно, если травма, он может быть лучше действует. Но не всегда. Китаров, во-первых, раз действует дешевле, во-вторых, по силе действия, примерно, с китарин. Смысла никакого нет. Брать что-то другое-другое. Идем дальше. Значит, первое и главное, что чаще всего происходит с людьми в горах, это горная болезнь. Это совершенно не обязательно должны быть люди, которые в первый раз выехали в горы. Горная болезнь, она может встречаться и на пятый, и на шестой, и на седьмой раз. Но организм у нас умный, он по всему привыкает. Разумеется, с каждым разом, как вы на высоте появляетесь. Ну, высота, да, в данном случае, это выше, ну, примерно, 2,5 тысяч метров. Это уже высота для нашего организма. Ну, вот, собственно, главные симптомы здесь перечислены. Самое главное, то, что вы чувствуете, это головная боль, тошнота. То есть, как это обычно проявляется? Вы приехали в базовый лагерь, ну, предположим, 2 тысячи, там, высота, да, 3-2 позанимались на скалах, еще где-то, потом пошли на акклиматизационный выход. Погуляли, ну, метров 3-4 100 набрали, спустились. Ну, потом, ну, может быть, не совсем отдохнули, может быть, отдохнули, но организм у вас такой. Потом уже с большим рюкзаком пошли сразу на 3 тысячи, 3,5 тысячи. И у многих людей в процессе вот такого похода начинаются, вот, чем больше двигаются, чем больше делаются шагов вверх, вот такие симптомы, да, чаще всего это головная боль, тошнота и рвота. Это уже потом, если там боль не остановится, уже развиваются более такие страшные симптомы. Ну, у большинства людей горная болезнь начинается именно после ночевки на высоте. То есть, вы пришли на подход, там, организовали лагерь, переночевали, и либо ночью, либо рано утром вам становится нехорошо. И вопрос, идти дальше, оставаться или идти вниз, вот, это самый главный вопрос. Поднимите руки у кого когда-нибудь были проявления горной болезни. Ну, вот, собственно, так. У меня горная болезнь была, сейчас скажу, 7 лет подряд. То есть, что бы я ни делал, я знал, на пятый день у меня кирды. И, соответственно, мы строили план, что на пятый день мы отдыхали. А потом, с шестого года как отрезало. С сих пор не было вообще ни разу. Почему? Не знаю. Привык, наверное. Почему она возникает? Ну, почему она возникает? Собственно, возникает она из одной простой причины. То, что в наш организм попадает меньше кислорода, чем он привык. И первым на это реагирует нервная система, центральная нерв система, именно головной мозг. И, собственно, вот эти симптомы, тошнота, рвота, головная боль, бессонница, нарушение координации, они называются в медицине общей мозговыми симптомами. То есть, неважно, каким причинным вызовом недостаток кислорода, они всегда будут. Ну, в горах, понятно, недостаток кислорода для мозга будет тем, что его в воздухе мало. И пока организм наш перестраивается, это где-то в среднем от 3 до 5 дней. Вот как раз это пик, когда данная болезнь манифестирует. Когда вы будете идти в горы, когда вы ходили в горы, вы должны были почувствовать, как включается некий компенсаторный механизм, чтобы кислорода доставлялось больше. Это первое. Учащается дыхание. Раз кислорода мало, значит, надо чаще его в организм ссувать. Второе. Учащается пульс. И увеличивается давление. Для того, чтобы кислород чаще перегонять под камень. И чтобы увеличилось давление из-за того, что сердце сильнее его туда выпрыскивает. То есть, когда вот эти симптомы возникают, это вы не больны и скоро вызывать не надо. Это нормальный процесс аркалентизации. Он должен быть. То есть, если вы себе померяете пульс, например, перед отъездом в горы, у спортсменов он обычно не больше семидесяти. У кого и пятьдесят, может быть, тоже это нормально. То, когда вы приедете даже на две тысячи, денёчек переночуете, на следующий день пульс у вас уже будет совершенно спокойно под сто. Тоже не надо расстраиваться, прыгать, бегать от лужи, сорвать волосы. Это нормально. Почему же это всё возникает? Первое, разумеется, главное, это абсолютная высота. Хотя, к примеру, зависит от широты. К примеру, на Кавказе пять тысяч и на Гималаях пять тысяч. Это разные пять тысяч. На Гималаях пять тысяч, но я там сам не был ни разу, но там обычно трекинги для неподготовленных людей проходят на высоте где-то шесть тысяч. Если кто-то был, подтвердите, опроверьте. На Кавказе пять шестьсот сорок два – это высочайшая вершина или груз, с которой надо много дней, чтобы оптимизироваться, чтобы зайти. Второй фактор – это высота ночёвки. При оптимизации есть такое правило, называется правило пилы. То есть, когда вы идёте, когда вы набираете высоту, то график должен быть такой. Вот вы зашли, дошли к ночёвке, бросили вещи, прогулялись чуть повыше. Потом вернулись, переночевали. То есть, ночёвка должна быть на высоте меньше, чем вы работаете. Ну, работа в альпинизме – это любые занятия, любые тренировки, работа на маршруте, всё называется работа. Недостаток акклиматизации, быстрый набор высоты – это, собственно, практически одно и то же. Для всех это, условно, быстрый набор высоты, для всех это очень всё по-разному. В рамцах руководствах есть разные, скажем так, сведения. Где-то пишут, что максимум 500 метров набора высоты, где-то то, что тысяча. Я вот сколько ни наблюдал за нашими альпинистами, я так для себя и не понял. Какой же он быстрый набор высоты. То есть, тут уже это с опытом приходит, человек знает. В этот раз у меня, после того, как я тысячу лет набрал, мне плохо стало. Значит, тысячу в году надо себя поберечь поменьше. Вот, большая нагрузка на высоте. В связи с этим, ну, я не знаю, советские лагеря армитонии не застал. Я сам не застал, я только, я просто знаю, порассказываю. То есть, раньше было принято в альплагерях постоянно тренироваться, сдавать армативы. С утра встал, ну, везде там в альплагерях висят там фотографии, старые, и всё это там. Противую за этим гордятся. Я, наоборот, всем своим альпинистам, я категорически запрещаю трудиться на высоте больше, чем того требует. Ну, допустим, надо установить лагерь, понятно. То есть, сделать из камня защитную стенку. Понятно, это физическая работа большая. Ну, вот ты это сделал, лежишь, отдыхаешь, загораешь пузом кверху. Всё, больше ничего делать не надо. То есть, специально бегать, подтягиваться, отжиматься, это всё не надо. Организму и так очень плохо. То есть, надо его максимально чадить. Это всё делать надо в межсезонье, в Москве. А в горах надо как можно больше отдыхать. Тем более, когда вокруг столько хычинных и прочих радостей. Здесь надо пользоваться. Ну, вот, собственно, да. Если в межсезонье плохо тренировались, то, скорее всего, на высоте вам будет хреново. Это уже, можно сказать, правило. Исключения, конечно, есть. То есть, уникумы, которые вообще ничего не делают, потом бегают спокойно, быстрее всех. Есть, но надо на них, не надо на них ориентироваться. Не факт, что вы и этот человек – это одно и то же. Ну, и индивидуальная предрасположенность – это великая вещь. У кого-то вообще не бывает горной болезни. У кого-то, вот как у меня, шесть лет подряд. Хотя, вроде тогда я сильно тренировался. Ну, не знаю. Каких-то доказательных исследований на тему нет. Ну, это сложно сделать. Теперь, что делать, если такое произошло? Если на подходах вы идёте, вашему соседу становится плохо. А, значит, сразу хочу сказать. Первое правило в горах для, ну, для новичков, для тех, кто не так долго ходит в горы и по-прежнему считает, что альпинисты – это герои. Нет, альпинисты – это герои, это обычные люди. И самое главное, что, о чём вы должны думать, ну, разумеется, о себе, но и о своей группе. Альпинизм – это команда вид спорта. Поэтому, если с вами что-то происходит не то, если вы натерли ногу, если вы ударили руку, если попа болит, если голова болит, если тошнит, не надо идти до конца, да, пока вы без сознания уже падаете, а тут же останавливаетесь, сообщаете товарищу, соседу, инструктору, кого найдёте, что вам хреново. А там уже, ну, лучше остановиться пять минут, потратить на выяснение, почему вам хреново, чем потом вся группа будет разворачиваться, вас тащить вниз. Это понятно? Это относится, ну, практически ко всем состояниям. Были такие люди, которые до последнего пытались показать, что они крутые, но в итоге крутые заканчиваются в больнице, а у группы сорваны сборы. В последнее время, слава богу, таких, ну, по крайней мере, на наших сборах я не встречал, но надеюсь, что и не встречу. Вот, поэтому, если на подходах человек начинает говорить, что ему как-то плохо, не важно, как плохо, как-то плохо, ключевая фраза. Первым делом надо разгрузить, даже если вы у неё заберёте там часть от палатки, может быть, он сначала это не заметит, но ему уже будет лучше. И дальше смотрим. В первую очередь мы даём таблетки, то есть горная болезнь лечится посимптомно, болит голова, даём обезболивающее. Ну, я для простоты бизерна посылал кетару, опять же, это недавно. Другое обезболивающее, другое обезболивающее. Тут же даём диакарм. Это таблетки, которые, ну, скажем так, уменьшают выработку спинномозговой жидкости, которые вызывают, ну, скажем так, начальный отёк мозга, вот именно начальный отёк мозга, он вызывает эти симптомы. Для тех, у кого не было горной болезни, симптомы горной болезни на 100% схожи с симптомами, которые бывают 1 января. Вот. То есть, при похмелье абсолютно то же самое. Небольшой отёк мозга, тошнота, головная боль, бессонница, да, там, говорят, сон алкоголиков крепок, но краток. Вот. Сон алкоголизм тоже, но, правда, он не крепок. Вот. И диакарм точно так же помогает и вот как раз 1 января, потому что он именно уменьшает продукцию этой жидкости и, соответственно, предотвращает этот отёк головного мозга. Ну, отёк я осторожно говорю, чтобы, ну, я бы всех это слово пугает, вот, именно когда будет... А диуретик не надо давать? А диакарм, он и есть диуретик. Надо давать. Вот ты писал, лазикс. Лазикс, да, но приборной болезни лазикс не надо давать. Значит, диакарм, ну, даём по такой схеме, максимум 3 таблетки в день. Дывать не отдаём, в день не отдыхаем. Ну, это если надо. То есть, его не надо давать, а посинять до конца сбора. Значит, так же я встречал много разных, там, ну, много вопросов задавали, и там, вот, знаете, много было написано по поводу профилактики, ну, горной болезни, по поводу профилактического значения диакарма. Я категорический противник этого. Почему? Потому что, опять же, горная болезнь, это, ну, он называется болезнь, это не патология. Это нормальный процесс адаптации к нашему организму, к нашему организму, к того, что его окружает. Если мы будем ограничены, ограничить этот процесс, то есть, его забивать, ну, это то же самое, что если человек поднялась температуру, её начинает забивать, да, тоже это неправильно. Это защита процесс адаптации, то мы организму навредим. Поэтому горная болезнь, у кого случается, хорошо, случается, проходит один-два дня, она полностью проходит. Есть здесь люди, у кого горная болезнь, ну, поднимая, у кого она была, не позволяла вообще сходить с ни одной горы, то есть, ну, полностью срывалась с горы. То есть, это не, это не конец всему, это начало. Горная болезнь, это начало. Значит, обязательно даём аскорбиновую кислоту, ну, в инструкции написано, по-моему, что не больше, там, 250 грамм в день, плюём на инструкцию, даём смело 1 грамм, 1 грамм это, вот, очень часто кислота аскорбиновая кислота производится в пакетике таких порошков, в оранжевых, там 2,5 грамма. В принципе, можно его весь растворить и дать, ничего плохого не будет. Лучше всего, именно растворять пакетики, 1 литр воды и давать человеку пить. Ну, и, соответственно, если тошнит, с рукавом, если рвёт, ну, тогда лекарство не надо давать, потому что он будет обратно выплёвывать. Это всё есть вам было. Значит, опять же, ещё раз, точнее, не ещё раз, а в принципе, по поводу применения лекарств. То, что я здесь говорю, вы делать не имеете права. Это понятно, да? Ни таблетки давать, ни уколы колоть, вы-то ничего не имеете права. Президент нашей федерации, Алексей Дмитриевич Слатюк, он юрист, он читал на тему отдельную лекцию, разъясняя то, что, в принципе, давно было известно. Ну, и, соответственно, если вдруг человек, вы человеку окажутся помощь, что ты ему даёте? Не важно, что колите, победку даёте. И с ним что-то происходит, что потребуется его госпитализация, а там его родственники, к примеру, захотят выяснить, а почему так? Ну, там какая-нибудь мама там будет очень такая пытливая. Вроде прилично, собственно, сказать. Тогда вопрос там, а кто ему таблетки давал? Ну, как кто? С гор спустился пастух, с собой неси аптечку, дал и убежал, не видели. Ну, или сам пациент без сознания вырвал у нас это вот так. То есть, ну, это смешно, но это правда, потому что сейчас вот у нас в стране за медицинские дела стали судить. Скажем так, а то, что вы не знаете, что вы не имеете права лечить, ну, это тоже не освобожает от ответственности. К счастью, за это пока никаких дел не заводили, но не надо создавать процеденты. Поэтому то, что я говорю, во-первых, я не имею права вам говорить, во-вторых, вы не имеете права это делать. И это касается не только инъекции, но и дальше тоже. То есть, что вы имеете право сделать официально, собственно, что и я имею право сделать официально вне своей работы. То есть, я вышел из работы, я не имею права делать вкусное дыхание. Потому что я не реаниматолог. Ну, вот по нашим законам это так. Вы имеете право только привязать... Ну, в общем, автомобильный набор все представляете, что в аптечке. Бинт, еще один бинт, пластырь, не помню, что там еще, может, ничего и не так. А, йог. А, йог, вот самое главное, йог. А, жгут, да, и, наверное, там воздух и вод, чтобы вставить филон, чтобы искусство дыхания оказалось. Возможно, я не помню, я ее как-то, я ни разу не отвергал. В общем, грубо говоря, больше, чем там есть, вы не имеете права ничего делать. Но, разумеется, если что-то случится, вы делать будете, и вы обязаны это сделать. Несмотря на наш закон. Ну, что ж такое? Честно. Соответственно, следующий вопрос возникает. Когда принимать решение оставлять человека на ночевках или спускать вниз? Ну, вот, грубо говоря, вы пришли вечером, днем на ночевке, человеку плохо. Вы ему дали лекарство, диокарм, аскорбинку, для сна что-нибудь, положили спать. Если с утра ему становится сильно хуже, вариант один, спускаете вниз. Ну, собственно, критерий один. Если у него все случилось ночью, он с утра проснулся, ему плохо, а вы идете на маршрут, ну, тут варианта два. Либо сразу спускать вниз, либо вы кого-то с ним оставляете, группа идет на маршрут, спускаетесь, смотрите. Если ему так же или хуже, спускаете вниз. Если лучше, завтра он идет с вами. Варианта два. То есть здесь нет, опять же, каких-то правил четких, да, то есть тут все решается, ну, обычно это решается более опытным человеком, инструктором, или там, если врач есть, то он решает. Вот если решать надо вам, то критерий один. Вот за часов, за 7, за 8, ему стало хуже вниз, не стало хуже остается. Вопрос с поборной болезнью. Круто. Второе, к счастью, редкое состояние в горах, но очень опасное, это тепловой удар. Он бывает часто именно на фоне обезвоживания. Как раз то, о чем я говорил, очень часто, когда люди бьют деселированную воду, из них все это выходит, и они становятся как сонные мухи. Жажда растет, потому что организм требует воды, нормальной воды с микроэлементами. Он не получает. Человек становится потихонечку вялым таким, и устает, повышается температура, он говорит всякую фигню. Ну, обычно вы в поры идете с людьми, которые хоть немножко знаете. И если там он, когда вы тренировались, он там брал спокойно интеграл всего чего только возможно, я только слово это знаю, не знаю, значит, а тут он не может 2 плюс 2 посчитать, то ему явно хреново. То есть тут тоже все субъективно, вы с человеком общаетесь, в вашей связке, вы знаете, как он должен себя вести. Вы видите, что он ведет себя не так, значит, надо остановиться. И всегда помните о тепловом ударе. Потому что тепловой удар – это потенциальное состояние, с которым человек забирает проанимацию. Опять же, очень много надо обращать внимание на одежду, да, на то, в чем вы идете. Часто вы выходите из лагеря, из лагеря утром, да, там, в 7-8 утра, когда реально холодно, и на вас там все одетно. Ну, это нормально. Прошли час, солнце зашло, там, в первую инструктору пофигу, он не смотрит на вас, он отдыхает, фотографирует, птичек смотрит. Вот. А вы, ну, как-то вот, группа уже встала, а вам жарко, а вы пошли дальше, ну, что тормозить группу, да? В итоге, через час группа тормозится, и вас несут с почетом внести. Ну, на моей практике было, наверное, три случая реального теплового удара. Ну, к счастью, ни один из них там до больницы не доходил, но реально был тепловой удар, вот, ну, практически со всеми симптомами, которые здесь описаны. Вот, к счастью, там вовремя замечали, и человеков от героизма отучали. Поэтому, самая лучшая одежда для бор, это что-то светлое, с длинными рукавами. Ну, раньше ходили в таких, там, в тюремных робах, в белых рубашках. Вот, посмотрите на фотографии Саши Бунного, он совершенно правильно одевается, у него есть, я видел, длинная белая рубашка, с длинными рукавами, белая кепка, вот, и шорты. Это совершенно правильный стиль одежды. Головной убор, тут даже говорить, ничего не буду, это понятный, ну, просто солнечный день в Москве, а в горах это в огонь. Актуально, потому что озоновый слой меньше, мы выше, ультрафиорета больше, тепла больше, жара больше. Соответственно, раньше ходили просто в белых длинных, хэбэшных делах, сейчас уже технология ушла далеко вперед. Вот, небольшая реклама, спортмарафон, да, там продаются всякие, уже из более новых материалов, чтобы вы меньше потеете, ну, и только в спортмарафоне, конечно. Вот так мы здесь. Вот, из более новых материалов, и синтетических, которые отлично отводят влагу, вы меньше потеете, и вас это немножко охлаждает. И, соответственно, при любой возможности, настоятельно рекомендую, вот, вы встали на привал, ну, желательно привал делать у ручья, по многим причинам. Первое, это набрать воды попить, разулись, намочили, босиком походили по воде, намочили, ну, и, по-моему, дело, что это если жара, если дождь, наверное, не стоит. Вот, намочили кепку, надели на себя, и вам хорошо, и больше ничего не надо. Но надо идти дальше, до следующего ручья. И вот так вот, чем шелуночный способ, и все так. Если же все-таки это случилось, то, разумеется, надо все делать от обратного. Человеку жарко, его убрали в тень. Охлаждаем, в первую очередь, ну, центр. Центр – это голова, центр – это сердце. То есть, холодный компресс на голову, и, я-то не написал, набираете в пакет, ну, во что-нибудь, в гермомешок, ну, что есть, холодную воду и на область крупных сосудов. На аорту, на брюшную артерию, на брюшную аорту, на корень аорты, на дубу аорты, я уже все разговариваюсь. В общем, сюда и сюда, короче. Куда еще раз? Сюда, сюда, сюда. Все остальное неважно. Если человеку совсем нехорошо, оборачиваем его термоодеялом. Это такая серебристая штучка. С одной стороны отражает тепло, соответственно, с другой притягивает. Считаем инструкцию, смотрим, какой стороны куда, и заворачиваем. Обязательно пить. Пить много. Тут можно холодную воду. Неважно, пускай заболеет. Главное, что это. Что будем украшивать. И, так как, я говорил, чаще всего тепловой удар бывает на фоне обезвоживания, обязательно вода с микроэлементами. Это регидрон. Либо изотоник, пожалуйста. Можно изотоник. Регидрон – это тоже порошок, где содержится самая главная соль, которая нам необходима. Он есть в каждой шпурмовой аптечке. Ну, тринтал тромбас для чего нужно? При повышении температуры у нас сгущается кровь. Соответственно, повышается вероинность возникновения тромбов. При таком случае мы даем эти два препарата. На такой дозировке вы человеку навредить не сможете. Но спасти, возможно, сможете. Ну и, соответственно... А тут есть указка, да? Пу-круто. Значит, вот это вот самый главный момент. Но, разумеется, это доводить не надо. Опять же, на моем опыте такого ни разу не было. Слава богу. Я не слышал, чтобы у кого-то в горах это было. Но не надо начинать. И, соответственно, если человеку лучше от ваших действий становится, то это срочно транспортировка вниз и госпитализация ближайшей памяти. Типовой удар – это потенциальное состояние для реанимации. Вопросы? Какой-нибудь уколчик может сделать? Не, не надо. Уколчик только один. Поставить капельницу с холодными растворами. А если нет, то лынчик как? Не, не надо. У нас? Не надо. У нас транспортировки. То есть, если человек может ногами шевелить, то перегружать его? Перегружать можно. Почему? Можно совершенно спокойно. То есть, он, в принципе, здоров, просто ему очень плохо. Если он может идти сам, он скажет, я могу идти сам, пожалуйста. Ничего страшного. Вот, если не может, ну, по общим правилам, то есть, возможно, вертолет, пожалуйста, вертолет. Невозможен, ну, значит, своими силами. Тут, скажем так, при любой транспортировке больше, чем мы можем сделать, мы не сделаем. Если есть группа из двух человек, это одно. Если группа из восьми человек, это другое. Вертолет, это третье. То есть, вопрос транспортировки мы сегодня не рассматриваем. Это совершенно отдельная лекция. Должны читать совершенно другие люди. Ну, вот, это все надо, ну, в общем, это отдельная лекция, короче говоря. Да. Мне кажется, про тринтау, он довольно опасный. Его, по-моему, на горе выше не пить. Потому что, вот, я зимой выпила, и, ну, я на карачках потом шла. А ты зачем прям выпила? Мне казалось, что у меня отморозился палец. Понял, надо объем лекции сокращать. Надеюсь, ты не у меня услышала? Нет, но тринта уже для сосудов. Здесь тринта нужен, когда человеку, вот, ты его лоб трогаешь, он горит, он везде горит. У него явно температура под 40. И при такой температуре очень велик риск тронбоза. Это самое минимальное, что мы можем сделать, чтобы риск обозвания тропов уменьшить. Поэтому, давайте надо. Флохо от него. Не, ну, может быть, разумеется, индивидуальная реакция на тринтал. Все бывает. Ну, тут, к сожалению, предугадать все невозможно. Как и на любой препарат, который здесь есть, может быть аллергия. Абсолютно на любой препарат. Даже на антигистаминный препарат, который от аллергии, на него тоже может быть аллергия. А у нас же в аптечке будут препараты от вот этого апсиного приступания? Будут. Будут. То есть собой таскать отбрахмой не будут? Вот, вначале я про это говорил. То, что в любом случае, какой-нибудь антигистаминный препарат, который вам больше всего помогает. Не, ну, чисто для себя, да. Я имею в виду, как у кого-то. Чисто для кого-то, будешь там, а у аптечки. Да. Идем дальше. Ну, тут долго мы останавливаться не будем. Я лекцию изначально дополнял для сортивов. Ну, мне просили прочитать людей, которым просто интересно. Вот. Собственно, обморок, он либо есть, либо его нет. Это все можете не читать, это вот эта фигня. То есть, когда человек упал, потерял сознание, ну, вы же не будете его будить, спрашивать. Ощущение покачивания Земли было? Всего-то была. Упал. Вот. И обращать на это внимание забейте. Да. А если человек, как бы, он говорит, что он сейчас упадет в обморок, желательно, чтобы он в него упал, или куда-то, куда-то... Если он вам ничего не сделал плохого, то желательно его просто аккуратно положить. Если он гадит, то пускай падает. Нет, я про то, что иногда бывает, что когда вот, ну, какая-то травма, человек сидит, ну, вот, там, вот его посадили, и он говорит, мне кажется, я сейчас упаду в обморок. Что желательно сделать? Желательно его положить, ну, в зависимости от травмы. Смотрите, он сломал. Если он сломал таз, то его сажать не надо. Нет, я имею в виду, что желательно тогда, чтобы он как бы отключился на неком... Нет, нет, отключаться не надо. Или пытаться его... Если он говорит, если он чувствует, что вот сейчас мне будет плохо, кладете его, если возможно, по характеру травмы, немножко поднимаете ноги, и ему хорошо. Опять же, если он не приходит в себя, значит, это, возможно, не обморок, возможно, что-то хуже, да? Ну, причин массы может быть. Опять же, это три курса реаниматологии надо проходить. То есть, ваша задача понять... Это вертикальное беспредельное, они все, как сказал, кололи, мы умные люди. Шатырь, да? Ваша задача понять две вещи. Первое. Мы можем ему помочь сами, или мы не можем помочь сами? Вот при обморке вы можете помочь ему сами. Если у человека не приведи Господь, там остановилось сердце, ну, найдете и проценты, вы не можете помочь сами, и уже, скорее всего, никто не может помочь. Вот. Ну, к сожалению, эффект от сейсной реанимации без дефибриллятора, он, ну, небольшой. Ну, процент 10-15. Но это не значит, что не надо это делать, разумеется. Даже один процент, это какая вероятность победы России и Деспании? Да, мне кажется, еще меньше. Но у нас случилось. Поэтому всегда надо стараться. Соответственно, ну вот, эти... Это общее, как бы, правило, что делать при обмороке, там, с горами никак не связано, это везде. Там, в транспорте, где душно, просто запомните. Основной смысл, чтобы голова была ниже ног. Это основной смысл. Идем дальше. Боли в животе. Вот, эти симптомы я написал специально, чтобы вы поняли, что не надо их учить. Ну, то есть, для вас неважно, что послужило причиной. Вы не хирурги, вы не гастроэнтерологи. Вы даже не фельдшера скорой помощи, которые, там, на своем опте, что-то там могут, там, какую-то картину составить. Вам нужно, вот, если у человека болит, если у человека болит живот, вы можете, ну, провести небольшой опрос. Если это фаны, да, то, там, вот, скорее всего, это будет первый процент у 80-90 людей. Кто-нибудь был в фанах в Таджикистане? Как там дела с этим делом? Все отлично. Есть фотографии, у нас были сборы фанов, в 2002 году. Очередь, а рядом три вот так вот лежащих, сидящих человека. Очередь в туалет. Кто-то привез дыньку. У нас мы встречались с группой, которая там была около 30 дней, и у них, вот, большая часть, как раз, у них закончились все, там, таблетки, и у них, да, у них были проблемы. Но наш группа топиновал. Слава богу, вы счастливчики. Вот, поэтому, да. Вальпы такого нет, не переживаю. Противопатериальное, какое? И имеет смысл? Типа, это охурило? Сейчас я скажу. Значит, соответственно, если, вот, если это фаны, если вы покушали дыньку, или если вы искупались в речке и попили из нее, потом увидели, что сверху стадо коров пасется, вот, или вы покушали плов из одной тарелки с таджиками, которые там все руками едят, а вы видели, что эти таджики-то, что из туалета выходят, да, и пусть этот вас заболел. А что вы? Так и будет. Так и будет. Вы едете в прекрасный Таджикистан, там еще здорово. Нет, а серьезно, вообще здорово. Вы есть нюансы. Вот. Соответственно, обязательно два пальца в рот. То есть не надо никакой морганцовкой промывать, да, потому что были случаи, у меня друг хирург рассказывает, как были случаи острой язвы у людей, которые промывали себя морганцовкой. То есть там, видимо, были нерастворенные кристаллы, которые вызвали сильнейшую эрозию в желудке. Так что ни в коем случае браканцовку не надо растворять и ей промывать. Просто берете воду в себя и себя, в себя и себя, в себя и себя пока... Ну, воду только не ту, которая отравилась. Как-то другую. А не важно кипяченую? Кипяченую важно. Важно кипяченую. А если нету, как же нету? Если нет кипяченой воды? Да. Ну, с кипятителями. Ну, как, я не знаю. Минеральной водой покупной. Ну, либо брать воду из озера, там, ну, смотря, где вы будете. Там есть прекрасные озера, там, из Казаницы и Озера. Казаницы и Озера. Казаницы и Озера. Что? Казаницы и Озера нельзя. Ну, есть озера, из которых можно. Ну, опять же, это все на месте. Я думаю, вам расскажут те, кто там регулярно работают. Вот. И знают, где есть коровки, где нет коровок, где есть дикие даджики, где нет дикихи таджиков. Вот. В общем, надо себя промыть. Смотрим. Стало лучше? Круто. На этом, в принципе, можно остановиться. Но, выпив, обязательно, пардон. Так, куда? Выпив одну таблетку... Да что ж такое-то? Вот. Выпив одну таблетку смертой или активирного угля, или полифепана, или энтеросгеля. То есть, то, что в себя всасывает токсидами абсорбентами. Ну, смертой просто самый распространенный препарат, поэтому я его написал. Так, их очень много. Если боль в животе не проходит, еще дополнительно две таблетки ножку выпили. Значит, вот этот пункт очень важный, потому что кишечник у вас... Да. Уголь в каком количестве? Исходя из массы тела? Таблет на 10 килограмм массы тела. Вот. Голод в сутки. Вот все, что можно. Ну, рис не из того, чайного всплова. Сухари, рис... Ну, чай. Чай. Это и краткое, это обман зрения. Не из. Теперь. Значит. Прошли сутки. Лучше не стало. Да? Ну, следующий вариант. Лучше не стало. Хотя бы дали и ножку, и смертку. Ну, это все, что вы можете безболезненно давать. Ну, не боясь человеку навредить. Что делать категорически нельзя? Нельзя класть гребу на живот. Почему? Понятно или объяснить? Не знали, что так можно. Потому что причина боли в животе может быть желудочное и шестное кровотечение. Если мы это греем, то мы его увеличиваем. Оно не обязательно такое, что, ну, не знаю, разрыв селезенки, и человек там за два часа умирает. Нет. Оно может быть, там, язвный дефект, еще что-то, где-то кровить потихонечку. Человек, живот болит, он слабый, но особо это никак не замечает. Вот. Поэтому мы не знаем, что с ним случилось. Даже если он покушал плов, мы все равно не можем быть на 100% уверены. Поэтому ни в коем случае это делать нельзя. Значит, рвоту вызвали у человека, а ему стало только хуже. Легче не стало. Все, заканчиваем. Нельзя. То есть искусство больше, как рвоту не надо. Вот. И если это возможно, то есть, если в этот момент вы не висите над какой-то связкой, не давать средства от поноса. Ну, если вы на стене, над кем-то висите, просто неприлично. Но по большей части делать не надо, потому что понос, это есть вывод, как и рвота, это есть вывод токсинов из нашего организма. Поэтому лучше денечек занять очередь, чем потом недели мучиться. Если вы видите нижние четыре симптома, опоясывающая острая боль, то есть она прямо идет вот так вот, она еще называется кинжальная боль, то есть когда пронизывают кинжалом, очень сильная. Если человек начинает бледнеть, если у него, ну он говорит или кто-то видит, черный стул, причем он пахнет в десять раз круче, чем обычный. Это на расстоянии чувствуется. Или если нет эффекта от лечения от этого в течение суток, срочная эвакуация. Ну, если вы немножечко перебдите, не страшно, да, а если человек не доживет до больницы, это страшно. Поэтому вот это вы запомните. Вот здесь четыре симптома, когда вам не надо играть в врача-фельдшеру-медсестру, а надо просто тут же там говорить инструктору, врачу, спасателю, кому угодно, что нужна срочная эвакуация. Да. С чем вот связаны первые два пункта, ну чаще всего? А понятное, что еще острая боль, это острый панкреатит. Убледнение, это признак кровотечения скрытого. Ну, может не скрытого, может я, для вас скрытого или больного. Черный стул, это тоже, это есть, это когда кровь в кале, то он окрашивается в черный цвет. Ну, нет эффекта отлечения через суток, понятно, значит, вы уже поняли, что что-то делается не так. Что вы делаете не так, вы понять не сможете. И нет. Вопрос, там одна из причин, была инфаркт миокарда. Ну, надо как-то отдельно рассказать? Вот я еще раз говорю, я это написал, чтобы вы об этом не думали. Точнее, чтобы вы понимали, что причин может быть много. К сожалению, это, ну, просто так на вид отличить практически невозможно. То есть, если снимете электрокардиограмму, конечно, это понятно. Но, но не всегда. Это возможно. Да. То есть, человеку мы есть не даем, а пить даем больше, чем обычно, меньше, чем обычно. Только кипяченый чай в обычном режиме. Не надо больше, чем обычно. Потому что он в любом случае будет сидеть и лежать, мало двигается, он мало потеет, ему ногу просто не надо. Ну, там, литра-полтора в сутки, не больше жидкости. Ну, идем дальше. Теперь, вот опять же, что и про живот, да, вот это все может вас дать. Но вот эти все иты, иты, иты совершенно не нужно нам запоминать. Опять же, я это написал в складе для того, чтобы вы поняли, что не нужно играть там в доктора Хауса и пытаться что-то диагностировать. Все гораздо проще. Собственно, вот это все, что надо знать. Если у человека влажная каша, вам не важно, чем он вызван. Там, бронхи, там, пенгит, там, понимание, не так разрешается, туберкулез. Вы делаете только то, что вы можете сделать. При влажном кашле, чтобы лучше отходила мокрота, даем ПЦЦ. Этот препарат будет в аптечке с такой лазировкой. При сухом кашле нам надо его перевести во влажный. Это помогает препарат термооксиса. Я не знаю, какой именно будет препарат в аптечке, в фанах, в вальку, да, но он будет, ну, в руководстве к аптечке будет подписано, что это именно оно. Там одной из составляющих будет трава термооксиса. Если насморк, обязательно капаем нафтезин. То есть, тут не надо думать, что из серии к нафтезину привыканиям, что у нас, что бы, с ним нет. Когда мы идем в горы, когда мы выполняем любую физическую работу, такую активную физическую работу, нам важно, чтобы у нас было носовое дыхание. Тем более, это важно, когда мы идем по холоду или пожаре, чтобы воздух либо согревался, либо охлаждался, чтобы легкий попадал уже нормальный. С этим справляется нос, рот с этим не справляется. Поэтому нам нужно, чтобы нос дышал. Ну и потом, там, идешь по красивейшим горным полям, и не нюхать чабрец, и не знаю, это от себя не уважать. Собственно, это самое главное, что я там про воздух говорю. Вот. Поэтому это обязательно. Боль в ухе. Вот такой вот препарат. Почему здесь такой, там, здесь всякие, отипакс, отинум, господи, ну, много, короче. Я не лор, я это еще не знаю. И этот препарат, он практически единственный, который можно капать, если у человека произошла перфорация барабанной перепонки. Это происходит у процентов 20-30 случаев, то есть, когда болит ухо. Это одна из причин. И понятное дело, что вы не знаете, это есть или нет. Поэтому не надо вам думать, гадать, чтобы не навредить, но вылечить, нужно капать вот такой препарат. Конъюнктивит. Что такое, да? То есть, если в глаз попала, там, бровь, века, в смысле, вы там терли-терли, там микротрещники образовались, что-то попало, глаз покраснел, там, блямба такая вздулась, не надо писать на глаз, вот, хотя моча она стерили, на самом деле, но все равно, ну, друг другу сложно попасть, наверное. В общем, не стоит. Это называется конъюнктивит. И следующее частое состояние в горах называется снежная слепота. Да, что это такое? Это состояние возникает, когда вы идете по снежнику, по леднику, и либо у вас нету темных очков, либо у вас плохие темные очки, либо у вас темные очки, они вот на таком расстоянии, а вот здесь вот у вас все свободно. Что такое плохие темные очки? Плохие темные очки – это очки, которые либо просто пластиковые, без дополнительного фильтра, ну, на пляже в Сочи продаются, либо, если это хорошие, крутые очки, но сомножественной царапины, уже от возраста образовались. Значит, первые очки, которые просто темные, без пластиковых подчеркивают, потому что стекло, оно задерживает ультрафиолет, пластик нет. Поэтому на пластиковые очки, а сейчас, разумеется, все современные очки не пластиковые, потому что если стеклянные, сломаются, ну, разобьются, нехорошо будет. Когда вы покупаете просто пластиковые очки, без дополнительного фильтра, что происходит? За счет того, что все-таки темнота какая-то есть, зрачок расширяется. Зрачок расширяется, и туда попадает еще больше пучок ультрафиолета, потому что расширяется на сетчатку, проникает больше ультрафиолета. Мы получаем ожог сетчатки, что и называется нежная слепота. Поэтому пластиковые очки без дополнительного фильтра в тонкую. Значит, при таком состоянии мы должны обеспечить, чтобы круг глаз не воспалился, чтобы вот эти рамки затянулись, сообщественно справляются вот эти два препарата. Кто-то из них вводит в ваши аптечки. Альбуцид по-другому называется сурвацилонатрия. При боли в горле, которая, опять же, подчеркиваю, не важно, чем вызвано, вот три вещи. Ингалит – это ингалятор, да, штука, я, к сожалению, забыл дома аптечку, я хотел принести показать все это, но забыл. Уж извините, в горах все дело попробуйте, посмотрите. То есть, берете, это, пшиклку, на вдохе себя все дело вдыхаете. По два таких вдоха, три раза в день. Стрепсилос, либо хлорор, господи, фолиминт, либо, да, тот же холст, что угодно, какие-нибудь постилки, с ментолом. Но стрепсилос, он еще с противовоспалительным эффектом, их тоже надо активно пушить и глотать, это все будет в аптечке. и полоскать горло, опять же, тем, кто есть общечки, универсальных тестов, теплой для сети. Это понятно? Вопросы? Во аптечку запасные очки берете? Во аптечку запасные очки? Нет, не беру. Я беру с собой в гордые пара очков. В общую, да, это на грудь? Нет, не беру. Ну, так же, как и запасные, для дорог, шапку, перчатки и прочее. А можно вопрос? А у нас есть какие-то антибиотики? В штурмовой аптечке фанские обязательно будут антибиотики. В альфах в штурмовой аптечке нет. В фанское будет и на списание антибиотики для кишечника. А зачем двоечков берете? Я не беру двоечков. Вы себе столько же ударили, двоечков берете. А, для себя? Потому что самая важная вещь, я для себя стараюсь дублировать. Потому что если очки... Одинаковые категории? Да. Если с очками что-то происходит, то снег и лед для меня заканчиваются. Да, собственно, и вообще горы, потому что, в принципе, на 3000 без очков ходить не очень хорошо. Даже если это просто вокруг зелень. Потому что ультрафиолета больше и глаза устают сильно больше. Горное солнце – это не московское солнце. А, значит, что я здесь не написал, уже в пятый год хочу написать, сейчас наконец-то вспомним, про солнце заговорили. Обязательно в индивидуальной аптечке средства от загара. Фактор 50, то есть в самой высоте, который есть. Фактор 20-25 – это фигня, это для моря. Фактор 50. И мазаться надо не с утра вышли, а на мазаться забыл. Если вы идете с открытыми руками и ногами, вы потеете, через час у вас все это дело нафиг уходит. Ушло, значит, опять надо намазаться. Обязательно. Иначе лицо, нос, что больше всего сгорает? Это руки, вот это поверхность, вот это, это нос, это уши, это скулы. Чаще всего сгорают. Соответственно, эти вещи, эти, а нет, здесь нет моей фотографии. Я как-то очень красиво загорел, неделю не могу улыбаться. Ну, вообще ничего не могу делать неделю. Обязательно. А, и надбробные буги. То есть все выступающие части, за этим следите. Небольшое покраснение болит, ну, все, тут же надо умазать себя усиливать. Так, сколько у нас времени? Ну, нормально. Быстренько, быстренько сейчас поговорим про самое важное, самое опасное, самое ненужное, это травма. Значит, здесь то же самое правило, что и для заболеваний живота, для простунных заболеваний, здесь такое же правило. Вам не нужно ничего диагностировать. У вас есть два понятия. Травма легкая, травма тяжелая. Вот это, опять же, можно не запоминать. Легкая травма, это та, когда человек может идти дальше. Ну, не совсем так. Может идти дальше без каких-то последствий для себя. То есть, если у человека сломан две руки, он может идти дальше. Но не стоит. А если у человека 10 трёбер сломан, он тоже, в принципе, может идти дальше. То есть, идти дальше, если продолжать восхождение, либо продолжать подход, либо тренировочное какое-то занятие. То есть, можно работать наравне со всеми, можно с небольшими ограничениями, ну, по весу рюкзака, к примеру. И по выполнению каких-то задавленных упражнений, если тренировочный какой-то выход. Тяжелые травмы, когда требуется либо эвакуация вертолётом, либо вызов спасотряда, либо он, конечно, может идти, но только вниз с вашей поддержкой. То есть, когда ему нельзя продолжать двигаться вверх, продолжать восхождение, либо поход куда-то. А, ну, вот, собственно, вот. Ну, тут всё понятно, да? То есть, при лёгкой травме какой-нибудь ушиб, какой-нибудь микроразрыв чего-нибудь, да? Мы должны его немножко зашинировать. То есть, в зависимости от того, какая часть тела повреждена сегодня, мы, к сожалению, не успеем друг друга перевязывать, разобрать повязки. Я попрошу, ну, в альпах я сам расскажу, покажу, а кто фаны поедет к докторам, пока не знаю. Кто, видите, как всё в жизни поворачивается. Я тоже попрошу, чтобы на этом остановился. В общем, в любом случае, лёгкая травма, это, ну, если это рука, руку вешаем на косыночку, даже этих лёгких ушей. Пускай денёчек так походит, но пока вы не дойдёте, к примеру, и всё с ним будет хорошо. И обязательно разгрузить. Ну, ему уже обидно, что он упал. Так вот приятно, будешь трюкзак не тяжёлый. Хотя бы ради этого. Психологический я спел в горах, на самом деле, это тоже тема отдельно, даже ни одной лекции. Есть специальная методичка, которую Настя Терсикова выпустила. Это психологическое, я не помню, точно называется. Что-то из психологии малой группы, как-то так. Очень интересно, кстати, почитайте, советую. Потому что, когда, вот, у нас большие сборы, там, что фаны, что вальпы. А, к примеру, когда группа, там, пять-шесть человек едет по полтора месяца в отдалённое место, то через две недели они могут человеку другую мужу морду пить. Ну, просто потому, что вот надоели. И очень важно, даже если это люди, лучшие друзья. Очень важно, там... Ну, за три минуты я всё-таки расскажу. Ой, много букв, извините. Самый большой слайд. Что самое главное в горах, когда происходит травма? Это пункт номер один. То есть, главное правило спасателя, это безопасность спасателя. Больной на втором месте. Почему? Потому что тащить одного пострадавшего всегда легче, чем двух пострадавших, и дали по цепочке. То есть, ну, к примеру, да, если вы кого-то страхуете, понимаете, что он упал. Почему он упал? Варианты, ну, основных два. Первое, он просто упал, ну, захотелось ему, устал, сорвался, и у него камешек выпал. Второй вариант, на него что-то свалилось, да, камень у него свалился. Если второй вариант, то далеко не факт, что это камень у него единственное, на него и на вас что-то не пойдёт. Поэтому, там, скажем, от 10-15 секунд, ну, ему хуже, лучше не будет. А вы, ну, прежде чем суд уже там закреплять верёвку, бежать к нему, надо успокоиться, остановиться, подумать, осмотреться, посмотреть, что происходит. Может, в России землетрясение началось, да? Я не знаю, знаете, не знаете, в 99-м году было землетрясение в Турции. И кто-нибудь был в Крельбрусе? Вот. Ну, если кому-то знакомо название горы Вольная Испания, вот, то, и кто был там, допустим, два раза, первый раз до 99-го, второй раз после 99-го, то он мог наблюдать, что гора стала в два раза меньше. То есть там просто откололся громадный кусок горы, и, ну, и упал вниз. Вот. Там были люди в этот момент, у которых сработало шестое чувство. Почему я так хорошо знаю? Потому что там один людей, один мой отец. Вот. У них сработало шестое чувство, где-то вот, наверное, за полчаса до этого всего, и они прошли уже ключ. Это, по-моему, 4А или 4Б маршрут был. Они прошли ключ, и там, то ли пал, то ли кому-то сказал, там, то ли лидируй, слушай, давай-ка вниз. Ну, ты что, охранил уже? Давай-ка вниз. Ну, опять же, это сложность группы, это понимание друг друга, это профессионализм, то есть человек, который пролез в самый сложный участок, две веревки просто до вершины, без вопросов, да? Ну, вопрос, конечно, был, ну, скорее, шуточный. Без вопросов. Спустился, и они быстро слиняли. И начался грохот, они успели на леднике попрятаться, ну, там, может, пару царапин было, все живы, здоровы, слава богу, ну, теперь этот день отмечается во второй день рождения. Вот, это еще, собственно, одно, ну, такое правило, всегда к себе прислушиваться, да? Если вам не хочется, вы встали, вам не хочется идти на маршрут, не идите на маршрут, не надо... Так, тут я понял, что альпинист в стране резко закончился. Ну, ладно, если он совсем не хочет идти на маршрут, то идите на маршрут. Так, градация какая-нибудь есть, не желаете? Градация, ну, как это называется, очко играет и ренессина. То есть либо лень, либо очко играет, я не знаю, как по-другому будет назвать, извините за сленг. То есть, ну, бывает ситуация, ты понимаешь, и солнце не оттуда свесит, вроде даже с востока, оно с запада идет, и ветер какой-то не тот, и птицы не поют, и деревья не растут, и вообще, и земля выжженная вокруг, понимаешь, ну, не надо идти, и не идешь. Ну, просто не идешь, это нормально абсолютно. Нет ничего постыдного, чтобы отказаться от восхождения. А вот если там из-за того, что тебе не хотелось, ты сейчас заставил, вытащил за волосы, посол, пошел, лидировал, ты не готов к восходению, ты сорвался, тебя потом несут вниз, ну, если тоже ничего постыдного нет, но это уже гораздо сложнее. Поэтому всегда к себе прислушивайтесь. Ну, ладно. Это лирика, ну, кстати, очень важный лирик. Соответственно, опять же, правила трансплитировки и спасения мы сейчас не будем обсуждать. Сейчас я общие фразы скажу, которые, тем не менее, самые необходимые. Значит, оценили ситуацию опасности. Ну, если опасность есть, понятно, ждем пока, то есть, если камни идут рекой, ну, к сожалению, вероятно, вы ничего уже сделать не можете, вы должны только себя обезопасить. Потому что, опять же, тащить одного человека, неважно, там, в каком состоянии здоровья или жизни, не тащить двух людей, это разные вещи. То есть, подумайте хотя бы об остальном, если не о себе. Ну, разумеется, не надо, если что, бежать вниз сразу, да, то есть, всегда надо пытаться понять адекваты. Можете помочь, не можете. Раз. Второе. Умеете ли вы помочь? То есть, не то, что, ну, как бы, все хорошо, солнышко ко мне нет, пойду помогу. А вы не умеете это делать. Не надо. То есть, вы не умеете закреплять веревку. Вы не умеете, там, не знаю, сжимаясь. Что-то вы не умеете, не надо этого делать. Надо ждать, пока к вам придут. К вам в любом случае придут. Если вы делаете что-то, что вы не умеете, то вы подставляете себя, человек, к которому вы не дошли, и тем, кто к вам придет на помощь. Значит, если вы все-таки умеете, и все нормально, вы поднимаетесь к нему, ну, дальше, что вы делаете, да? То есть, либо оттаскиваете безопасное место, если все-таки вам кажется, что могут опять прилететь камни, там уже не важно, что у него сломано, да, понятное дело, что надо оттащить. Если это невозможно, значит, невозможно. Первое, что вы делаете, попытка вступить в речевой контакт. Значит, в коктейм-поушнике меня спросили, я лекцию читал, вы же потеряете много минут, много времени потеряете. Теперь я поясняю, не надо пытаться от него добиться, что он вам Шекспира цитировал. Просто подходите, громко орете на него, либо он отвечает, либо он не отвечает. Это и есть попытка вступления в речевой контакт. Это не надо, я землянин, ты и на полициане, давай знакомиться. Нет, быстро, четко, громко, чтобы было понятно ему, что это к нему, если он может понимать. Не может понимать, но это же другой вопрос. Значит, если он что-то может говорить, значит, соответственно, он говорит, где болит, что болит. Ну и мы смотрим. Самое главное нам это оставить кровотечение. Способ основы кровотечения, они всем известны, надеюсь, со школы. Значит, скажу основное. Не пытаться, как во всяких методических учебиях, плакатах, определить тип кровотечения, по цвету крови, по напору фонтана, который либо есть, либо нет, да, ну как везде сказано. Не надо, пожалуйста, потому что, а, у него может быть низкое давление, никакого фонтана может не быть, б, вы можете быть дальтоником, ц, может быть темно, по свету глагенового фонарика, все меняет свой цвет, в массах факторов, не надо еще это делать. Запомните одно. Кстати, можно в ютюбе набрать артериальное кровотечение, как говоря, и посмотреть. Грубо говоря, а что вы говорите? Элпинизм вообще не космопонентный. Варианта два. Крови много, крови не очень много. Вот это много и немного, открывайте ютюб, смотрите. Артериальное кровотечение, вносное кровотечение, это первое. Второе. Ну, скажем так, дифференциальная диагностика. Не надо тратить, опять же, 10 минут, чтобы думать, вот это много или все-таки чуть-чуть много, но может быть мало. То есть, мы, если это реально, вот совсем еле-еле течет, ну, мы кладем просто давящую повязку, да, то есть, мы берем что-то, носок, шапку, кляп, кладем на то, на рану, и привязываем. Рип-шнуром, ну, чем угодно, чем есть. Все хорошо. Если же все-таки вот вы сомневаетесь много-немного, первое, что вы делаете, это пальцы прижимаете давление, пальцы прижимаете артерию, кости, в интернете находите точки прижатия крупных артерий костям и смотрите, да, ну, самое распространенное, это вот здесь плечевая артерия, вот здесь сонная артерия, можете, только не надо сейчас, половина уснут, вот, прижимается она к позвонку, к шейному, вот здесь, ну, всегда может нащупать, где она пульсирует, вы, кстати, может друг у друга нащупываете, чтобы знать, где она есть, если она не пульсирует, вот, это, это показание к проведению сердечно-лёгостной реанимации отсутствия пульса именно на сонной артерии, то есть, самый выдающийся хрящ, кладем пальцы и отступаем в сторону в ложбинку, вот в этой ложбинке она есть, не надо сильно передавливать, а то, ну, зато потренируемся, кто как хочет, вот, если это конечность, да, то это максимальное сгибание, если это хрупкая девочка, то можно кулаком, в принципе, вот в этом месте, где паховая складка посередине, можно кулаком придавить, но не всегда, я несколько раз на прием надене работал, пытался, интересно было, на самом деле, не было прям обязательно, интересно, я пробовал, у мужиков я не продавливал, не получалось, поэтому только максимальное сгибание, но это же приемы не требовалось, я бы тогда вообще выглазил, если вам сейчас делать, влаги сосудистой хирургии, вот, значит, пальцевое прижатие, это первое, а второе уже жгут, да, то есть, если у вас двое, то вообще, без опросов, один прижимает, другой из чего сделать жгут, если один, ну, как-нибудь там, одной рукой прижимает, другой искать жгут, в общем, ну, как мы тут, надо находиться, жгут накладывается, понятное дело, выше места кровотечения, вы наложили жгут, кровотечение остановилось, все, вы молодцы, это было артериальное кровотечение, наложили жгут, кровотечение не остановились, вы молодцы, но это было не артериальное кровотечение, жгут можно убирать, наложили давящую повязку, вот собственно тут вряд немного дальше обезболили человека обязательно в обязательном порядке дальше мы наложили какую-нибудь шину из чего есть это трейтинговая палка это если кто с костырем выходит костыль можно привязать ледоруб ледовый инструмент каремат у многих рюкзаков сейчас спинки вытаскивать там шины встроенные должен что угодно привязать примотать тут не надо думать правильно неправильно сделать отправить только одна вы примотали костю так ходит или не ходит если не ходит то молодцы ходит ну вот и соответственно транспортировка легкие травмы у нас случаются у всех очень много раз тут ничего наверно для вас нету главное что человек вот этой ногой рукой которым вы делаете вы можете же спокойно двигать это значит травма легкой может идти дальше но мы все равно ему должны помочь во первых это для жизни как синяк меняет свой цвет и как запомнить ну сейчас уже для общества будет сложно запомнить раньше были такие деньги и вот сначала красный потом синий потом зеленый потом белый то есть людей вот десятки десятки к рублю все просто итак для свете значит при любой травме неважно легкое тяжелое мы кладем холод почему потому что даже простой ушиб он может создавать через день через два очень большую неприятность если это где-то около суставов на ноге потому что будет очень сильно болеть то есть выйти принципе можете но не понимаете зачем поступать очень сильно обязательно холод ну можно примотать можно ищем на беже как угодно что гораздо холод от любой ручей любой пакет тугая давящая повязка опять же с помощью эластичных винта это делается для того чтобы именно чтобы капилляры у нас сжались что кратчение остановить по возможности мы опять же эластичных винтов если только у сустава делаем фиксирующую повязку как только возможно руку ногу вверх и спать обязательно с рукой с ногой вверх эти правила не только для гора не для жизни запомните вот никаких мазей первые три дня это сталкиваюсь постоянно никаких йодных сеточек никаких мазей спасибо спорту потому что любые мази будь то там титанал будь то какие-нибудь с этими господи с пиявками с герудином таксивозин ли от он они все увеличим проницаемость капилляров то есть они нужны уже когда у нас кровотечение остановилась надо быстрее оттек убрать пока у нас кровотечение не остановилось это первые два-три дня если мы будем носить эти мази тем более разогревающий капилляр нас будет расширяться еще больше кровотечение будет больше поэтому мы делаем ужин поэтому только холод холод и покой через три дня уже можно делать сначала противоспалительные гели почему деле они мази или лучше проникают мази тоже можно ну или лучше проникают опять же не обязательно эти два сейчас разных есть открываете заходите в аптеку просите мне против спать нигель это первые где-то дня три-четыре после первых трех четырех дней еще три-четыре дня дальнейшем уже можно разогревающей мази типа бенгея звездочки но в горах надо с этим мазем поаккуратнее особенно когда спина болит несколько раз я сталкивался может ты мы слышал про эту мазь по названию феналгон или ко всекам вот смеются видим принимали применяли вот это мазь ну она скажет так чуть-чуть жжет если вы кого-то на марте потом сходите в туалет она будет сильно жечь но ее часто раньше применяли когда ну в горах рюкзаки носит спина болит это нормально то есть натирали спину утром чтобы разогреть перед рюкзаком ну вот такая ситуация альпинисты они потеют и мазь она под действием силы тяжести стекает вниз где-то через час для скорости ходьбы начинаются странные звуки приходящие на мат причем я слышал это о девочке о которой я даже представить жизнь не мог не знает не то что говорит вот ну с тех пор я стал отдельно говорить что не стоит вообще в горах эту мазь брать с собой ну и если все-таки при вы эти мази делаете кому-то ну нравится да там всегда не нравится тому кому-то ему пофигу а вы себя безопаснее в каждой такой мази есть специальная штучка пластиковая которой надо масс не руками а этой штучкой потому что в горах ее себя стереть очень сложно она жир растворимая дисселированный горной водой вы будете смывать очень долго ну либо спиртом возможно возможно я просто редко с собой на подход беру послуженное масло в принципе наверное возможно в принципе возможно но нет можно брать только для этого я согласен ни в коем случае не используют на салатах что такое тяжелые травмы то есть как мы их можем отличить сейчас ну вот к примеру вот это тяжелая травма тут видно что голеностопный сустав имеет несколько неправильную форму вот у меня он такую же имел два месяца назад никто кстати не сфотографировал интересно этому слайду просто уже 10 пора менять это перелом скорее всего обеих лодыжек внутренненаружных и подмывек стопы к наружу вот сюда вот а сверху ахилл порвал что ли сейчас сверху да совершенно верно вот здесь порван ахилл здесь видно вот четкий контур ахилла да а здесь видно что нечеткий и собственно здесь самая распространенная травма то есть их на самом деле куча вот это самая распространенная картинки которые могут быть то есть как можно это понять человек просто не может стоять на цыпочке разорван ахилл никаким образом вот но вот так будет выглядеть разрыв связок любых связок то есть это достаточно большая дематома которая не только там где больно то есть связку порвал скорее всего вот это вот тараном оберцовым скорее всего а у него дематома она распространилась вот сюда и чем еще характерно тяжелая травма это не прямой характер травм то есть здесь ногу подвернул его не ударили по ноге он ее подвернул это не прямая травма прямая травма когда полицейский дубинкой бьет тебя по руки ее ломает это прямая травма вот перелом вот этой в кости и вы их вот в этом суставе называется перома тэши как нас учили запоминать драматологии монтеджи от слова мент то есть ты закрываешься от дубинки когда тебя нет бьет и происходит перелом от этой кости ну видимо может быть у лектора тогда который был широкий студийский опыт но я тоже запомнил здесь что-то не даст ключицы да понятно видно что вот здесь вот контур немножко странно скорее всего нет первом ключица сколиоз может быть сколиоз вот соответственно это проверять не надо здоровый рукой он вас ударит но это можно попросить чуть-чуть легонечко пошевелить рукой ногой если вот учат сам понимает да но я по крайней мере сам что у него рука нога не совсем правильно двигается как должен деформация конечности понятно да некрасиво это не всегда заметно но если заметно то знаете это не так и должно быть изменение длинной конечности и опять же может он такой кривой родился в принципе надо всегда стараться сравнивать со здоровой конечностью то есть если у него рука вот так вот посмотрите может рука тоже вот так тогда не надо ничего делать просто рюкзак ему сложнее одевать поэтому всегда обязательно страдать со здоровой рукой ногой собственно первая помощь она одинакова при всех травмах это холод обязательно чтобы нам оставить кровотечение здесь уже в отличие от простого простого ушиба обязательно обезболить потому что любое движение оно будет для человека болезненным как обезболить я рекомендую внутримущественно вводить китару опять же это самая сильная и условно разрешенная то есть не наркотических энергетиков вот можно делать когда шесть часов в принципе вот один раз уколов потом он может давать уже таблетку потому что биодоступность то есть то сколько в кровь проникает она одинаковая но чтобы никого лишний раз можно давать таблетку да смотри это все запрещено берем конечно я сначала сказал нет и в европе и в азии это ветер запрещено в европе у тебя есть аккредитованные спасатели которые прилетят на помощь при каждом пути но если тебя больно ждать то у коллег не обязательно про это говорить да вот интересный момент с пересечением границ и парадов есть какие-то особенности у меня никогда не было то есть можно спокойно с собой китару дексаметазов я сказал я про это не говорил у меня проблем не было вот все что я буквально тебе рассказал я никого не подкупал и поэтому не было проблем я когда возвращался из европы на машине в октябре у меня было 15 кг санкционного сыра в беларуси проводить вообще его нельзя еще еще бутылок 15 прекрасно невесского риска за полтора евро бутылка мне так обидно было в беларусище пограничник сонно даже не просил багажника открыть я честно распихивал все там упаковку с паперсами там еще как-нибудь даже багажник не открыли я о чем и говорю но лучше конечно не экспериментировать но аптеку везти все придется поэтому что делать надо делать я с девчинцами общался которые туда в последней большой толпой ездили они в самолете все везли без проблем я как-то ездил в Германию для ребенка покупал вакцину которая в России не аккредитованная ее нельзя здесь купить тоже без проблем я и границу пересек и просвечив в ручной плази провез без проблем вот обязательно транспортная мобилизация то есть шины из подручных средств если вот кто-то видел какие действия со мной в Крыму проводили то может быть запомнили что Илья достал из огашников картонную шину это очень прекрасная вещь ее много где можно купить она ничего не весит а одной шиной ну двумя там разной длины для руки и для ноги вы решите очень много дел она весит ну 20 грамм может 30 грамм не знаю использовали забыли выкинули вот значит в фанах у вас будет дополнительно коптечки у вас будут пневмашины ну почему фан потому что уровень спасательской службы в фанах немножко отличается поэтому я ну все наши главные медицинские силы я даю на сборы фан разумеется там будут пневмашины которые очень просто использовать грубо говоря она одевается на руку или на ногу как есть сдутая потом вы ее надуваете и она по форме совершенно не как бы не надавливая на больное место она по форме так ложится и у вас такой вот получается человек мишлен вот и все в таком виде ну конечно так не стоит ну совершенно спокойно человек может руку поднимать ему не будет больно правда он конечно может не поднять руку если она вся стомана но ему не будет больно то же самое с тобой сам сейчас кроме надышки отлично все фиксируется и так человек доставляется с почтями в больницу вот ну и разумеется это геститализация тут понятно значит вот это вот признак единственный запомните который ну допустим вы все таки захотели понять ну ждете спасателя да вам скучно захотели понять сломал человек или там не сломал вывихнул и может ушить единственное что вы можете реально проверить это боль красивой нагрузки что это такое ну к примеру сломалась мы позволяем сломать болезнь здесь мы просим его сжать кулак и легонечку то есть не вот так стучим со всей силы да повторяем есть здоровая рука или дорога ударит а легонечко вот так постукив если перегромный здесь будет болеть если не перегромный не будет ну почему будет болеть понятно то что мы передаем волну ударно сюда и отломки они начинают там скрестись и вызывают боль следующие признаки которые во всем руководствам описаны абсолютно признаки перелома ну я их поэтому здесь все написал вот 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 это вот не надо делать это очень больно опять же я это делал в приемном отделении у бомжей хрустит красиво но не надо я услышал как она не кричит я перестал это действительно больно но это абсолютно признак первом если вы это услышите знаете что хоть словно но делать это не стоит то есть вот единственное что вы можете делать осевую нагрузку ну деформация это на самом деле неправда деформация может быть и при вывихе и при большой гематоме ну при открытых переломах еще плюс рана и из раны выходят костные отломки бывают кровотечения соответственно при открытых переломах нам важно в первую очередь не зафиксировать конечность а оставить кровотечение первая помощь значит первое главное ну спросить где болит что болит главное это кровотечение рану при открытых переломах мы обрабатываем перечень края раны ну что есть йод зеленый в рану мы ничего не заливаем накладываем сверху просто чистой повязкой обезболиванием точно так же как я уже говорил скетарол 1 1 имбилизация холод вот именно в такой последовательности так что я хотел сказать из того что здесь не было написано ну ладно значит не важно так давайте я что-то уже заговорился давайте что-то меня спросите а а если под коленкой образуется окромче пожалуйста если под коленкой образуется ну как сказать ну это не жидкость а вот ну как нарост вот что это под коленкой в смысле сзади да ну это возможно киста суставов называется киста бейкера например вот идешь в горах вот у нас у девушки такое было это надо девушке делать смрт и возможно ее отправить на авторскопию эту кисту убирать если она большая не мешает то есть если такие вещи возникают лучше в горы не отправлюсь почему просто сделать операцию и идти через неделю уже можно если это случилось в горах ну случилось случилось если оно не мешает для помощи нет мешает конечно никакое только эластичное динтование чтобы поджать больше никакой потому что если мешает идти даже после этого ну тогда уж что поделать да а если вот колено заболит что можно принять ну кроме разового обезболивающего или или кроме базового обезболивающего надо поставить диагноз а потом нужно что-то делать ну ну без ну скажу так ну диагноз я знаю мне просто нужно какую-то мазь взять нет если болит колено значит обязательно хороший артез на коленях не за 300 без докатлона хороший артез он дешевле 3-4 тысяч не стоит это раз с фиксирующим кольцом с гелевым который на коленях с ребрами жесткости вот это раз второе ортопедический стиль чтобы улучшить амортизацию третье без третьего палуба никуда четвертый на спусках очень аккуратно просто ходом не бегать ни в коем случае ну я не знаю какой диагноз если там что-то постоянно воспаляется ну можно попробовать разогревающую мазь до этого применять точно здесь какие-то тоналы и прочее не помогут только разогревающая мазь возможно что-то сможет сделать но при таких заболеваниях это в межсезонье очень крутое укрепление мышц бедра и ортез во время нагрузок это самое основное как часто что как часто артеза ну пока чувствую что держит не надо у меня полтора года нормально конечно не могу рекламу артеки сделать приходили как раз полгода меня за двадцатку да нет нет саш полтора года совершенно нормально а что делать с жировой эмболией молиться молиться ничего там съесть нельзя чтобы там молиться но это редко состояние то есть оно это очень редко ну при сильнее при переромах крупных костей там перером бедра падение с очень большой высоты это должно совпать много факторов чтобы жир из кости вышел чтобы он попал в сосуды это очень редко но ничего от реанимации ничего не сделано вопросу там по поводу боли в спине если они уже есть как бы и с ними тяжело и на угон как бы реально горячо что можно делать ну опять же если это настолько тяжело что прямо сложно идти то это корсет именно на момент восхождения нет нормально как бы я тренирую там все делают но ну во первых надо понять почему болит это может это таз болит плюс стоп-воздушное сочленение а? остеохондроз нет остеохондроз это не болезнь это есть у всех просто 15 лет остеохондроз он не может болезнь есть причина которую надо установить ну если есть жевание конечно ну хочешь там запиши набрать телефон и потом позвони поговорим ну это боль в спине это вот пипец сколько всего надо мазать и лечить разогревающая мазь в корсет то есть общее лечение любой ортопедической проблемы это фиксация и разогрев если это не острая травма ну все и разгрузка а если у тебя болит спина и ты идешь с 30 кг рюкзаком не надо ждать что она у тебя не будет болеть ну извини у нас спор такой поздравить пожалуйста девушка упала с лошади вывих из сустава из плечевой сумки вся группа кричит дергай все встанет на место и всем как бы ну все смотрят что переломы ты посмотрел что нет только чисто вывих и твоя задача зафиксировать и отправить на лошадях дальше с какой-то ближайшего медпункта или как или дергай твоя задача во-первых любить всю группу это во-первых во-вторых вот у человека рука висит аккуратненько ее поднял поднял примотал вот так вот ну просто вот бинтиком и отправил на той же лошади вниз в травмпункт никаких вот это подтянул вправлю ни в коем случае по-вторых показал можно? круто можно спасибо далее а если про позвоночник вообще будет отдельный вот сегодня нет но тогда вкратце если про перелом позвоночника расскажу два слова если в анабнезе падение человека и вот мы его осматриваем мы допускаем по умолчанию что травма позвоночника есть или все-таки не стоит на это фиксировать если у нее спина болит то мы допускали конечно вот он там светел со скалы сорвался конечно нет ну смотря там не знаю с десяти метров упал скорее всего но опять же если он в сознании да если он что говорит вот здесь болит здесь болит а здесь чуть-чуть там в принципе нет ну конечно кто сюда лучше перелом позвоночника потому что перелом позвоночника в большинстве случаев они конечно они стабильны и опасности ничего не представляют но если представляют то это ниже места переломом все отключается если что-то не так делать потому что лучше перелом это жесткие носилки и спуск спуск на рентген на КТ чтобы там все это делать пинтовать пальцы нельзя потому что мы смотрим не почернели ли они от нашего бинта то есть как индикатор кровоснабжения если пальцы черные значит все плохо если они белые значит перетянули или возможно мы пропустим кровотечение и здесь там кровь уходит поэтому на пальцы мы всегда смотрим поэтому пальцы пинтовать нельзя а ну вот как раз про позвонок соответственно ну два правила транспортировки если это жесткие носилки то вот так вот да под поясницу мы варим войдем чтобы поясница не висела в воздухе если это мягкие носилки то на животе потому что живот мышцы брюшного пресса они являют сами по себе хорошим таким каркасом и не позволяют по звонкам прогибаться ну при транспортировке надо быть осторожным ну тут все понятно чем больше человек тем лучше чтобы ну опять же мы сейчас не сможем все дело успеть разобрать да основное правило то что люди встают с двух сторон пострадавшего заводят руки вот так под него по локоть то есть один встает фиксирует голову и командует именно который фиксирует голову говорит перекладываем все одновременно руки поднимают и куда надо туда перекладывают ну это вот в теории мы сегодня не успеем все разобрать ну это не знаю бродовую несусь в воду сейчас такие кресла уже не делают подголовки в машине очень важны при переломе таза характерный признак то что вы попросите человеку поднять ногу он как-то будет делать и нога будет так скользить да то есть он не сможет отодрать пятку называется синдром перелепшей пятки если вы немножечко вот так вот на таз нажмете туда-сюда немножечко то будет болеть транспортировка в позе лягушки с валютом под ногами ну повязки мы сегодня разбирать не будем их очень много это все можно дома попрактиковать здесь скажу быстренько про еще одно важная вещь это переохлаждение бывает чаще чаще чем тепло потому что в горах чаще чем тепло собственно что мы тут на что обращаем внимание ну тут тоже на это все не смотрите ну вам важно только вот вот это человек начинает дрожать ему как-то становится не очень хорошо опять же вот это происходит обычно когда там новичковая группа на станции по часу люди проводят ничего не делают и замерзают когда плохо подорвана одежда когда промокает одежда когда ну начинает там идти снег резко холодать человеку лень одеться много факторов вот поэтому ну опытные ну вообще все инструкторы стараются всегда всем говорить что на станции всегда всем есть работа веревку перебирая чтобы не мешало еще всегда находятся работы это делалось не только для того что как в армии что солдат всегда нужно работать да нет для того чтобы не замерзли вот ну и конечно было удобно тем кого выпускать дальше наверно вот поэтому если вдруг такое происходит а если происходит еще вот дальше понятное дело что восхождение останавливается и по мере того где мы находимся на стене или может быть на снежнике надо принимать какие-то действия понятное дело что на человек согревать поэтому достаем все что есть на него одеваем делаем капусту вот спускаем вниз и где возможно пытаемся согреть чай потому что обязательно отогреваться главное изнутри это первое то есть сколько мы на него не одевали кровь у него холодная надо быстро ее согреть так мы не можем сделать ему капельницу с горячим раствором влезть не можем поэтому отогреваем горячий чай доходит просто кипятком ну не кипятком конечно теплой водой где где возможно дальше как при капризе полом ударе только здесь грелка на крупные сосуды то есть это шея сонная артерия это чуть выше области сердца это брюшная орда термоодеяло другой стороной кладем вот если это уже мы спустились зажигаем горелки это юмор массаж это не юмор это американские ученые лет 15 назад проводили исследования я не знаю правда как я дизайн не видел вот и пришли к выводу но они просто как человека погружали в искусственный сон и смотрели на активность его мозга да когда его плали между двумя полуметелыми телами и пришли к выводу что когда у человека ну там все отключается то работает базовый инстинкт в том числе вести продолжение рода поэтому лучше всего про палатки ой про горелки про то что спали первый человек который спросил про горелки палатки при этом да это же юмор есть же пословица два индейца что горелки в палатке юмор почему нет ну сколько раз в смерти это было от чего смерти это было от чего возникали эти смерти давай разберемся от души там от чего они возникали либо взрывы либо ну скорее всего задыхались от взрывов ну там казутический случай один-два может быть задыхались почему газ погорел газ горел засыпали не просыпались тут если ты человек оставить таком состоянии одного спать у тебя самого надо чередовать тут имеется ввиду что человеку кажется первой помощи его надо согреть всеми способами он палатки не один с ним никто не спит пожалуйста в любой палатке есть ветровое окно и все открывается вот и это разумеется не на всю ночь и не запахнутый палаток и засыпаешь вот и все это обязательно надо сделать чтобы было тепло как угодно это не вредно если есть контроль то это не вредно если это уже ну где-то произошло где можно соответственно теплая ванна с комнатной температуры постепенно ее нагревают до температуры тела выше не надо ну соответственно при клинической смерти вовсе реанимации ну как выглядит там различные грелки химические это самое стельки термостельки спасательных покрывала ну вот в принципе все что я хотел сегодня рассказать вопросы пожелания комментарии спасибо